Минск и Дубай соединят прямое авиасообщение. Полеты из столицы Беларуси будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Обратные рейсы из Дубая планируется осуществлять по средам и пятницам. Оправдываемость суточных прогнозов погоды в Беларуси превышает 98%. Об этом сообщал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худы. Он подчеркнул, что это лучший показатель на постсоветском пространстве. Беларусы с февраля могут въезжать на территорию России. Среди обязательных условий использование определенных воздушных пунктов пропуска и наличие отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в специальном мобильном приложении. Всего для путешественников предусмотрено 20 аэропортов. В Беларуси растет спрос на услуги автошкол. За прошлый год в стране было подготовлено почти на 5,5% больше водителей, чем за 2019. Больше всего новых удостоверений выдали в столице, а также в Минской и Гомельской областях. Более 60% подготовленных это водители категории «Б». В Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Выполнять свои задачи по предназначению армия будет практически на всех полигонах вооруженных сил. Из запаса призовут около 300 человек. С хранения сняты вооружение и техника пристальное внимание и к состоянию и работе обеспечивающих систем. На контроле также степень обученности личного состава.